Родилась я в Нижнем Новгороде. Отец работал землемером, мать была учительницей. Вскоре мы переселились на Дальний Восток, в Николаевск-на-Амуре. Я полюбила тайгу, рыбную ловлю, костры и амурские песни. В 1920 году, когда японцы пытались взять наш город, мы бежали в Благовещенск. В школе я несколько лет училась хоровому пению. В 1924 году мне посчастливилось. Я выдержала вступительные экзамены в Ленинградскую консерваторию. Одним из экзаменаторов был Александр Константинович Глазунов. Студенты его обожали. Уважаемый музыкант положительно оценил мои вокальные данные. После исполнения партии Кармен в консерваторском спектакле меня пригласили в Мариинский театр в Ленинграде, позже в театр оперы и балета имени Кирова. Сценическое крещение я получила, исполнив партию Пажа, Урбана, Вобери, Мейербера, Гогеноты. Я была счастлива. Мне 23 года. В театре мне доверяют серьезные партии Ваиде, Кармен, Хованчине и, наконец, я стала дублером солистки. Прима ленинградской оперой была Софья Преображенская. Тогдашний правитель Ленинграда Григорий Зиновьев был в нее влюблен. Весной 1932 года театр выехал на гастроли в Москву. Спектакли давали в Большом театре. Как-то нас предупредили о предстоящем посещении театра генеральным секретарем ЦК партии Иосифом Виссарионовичем Сталином. Мы все были страшно взволнованы. Репетиции шли с утра до вечера. Я, конечно, мечтала спеть на сцене этого прославленного театра. И, как это часто бывало в моей жизни, случай пришел мне на помощь. Софья Преображенская заболела. Аиду срочно сняли, ставили Кармен. Я исполняла заглавную партию. Гримироваться я начала за три часа до спектакля. У меня тряслись колени. Поднялась температура. И на лице выступил болезненный румянец. Прозвенел первый звонок, которого я ждала и боялась. Потом второй. И, наконец, третий. Дирижер направился в оркестровую яму. Исполнители попросили на сцену. Взгляды всех зрителей и артистов были устремлены к правительственной ложе, в которой находились Сталин, Молотов, Калинин, Порошилов, Зиновьев, Ордоникидзе, Бухарин, Рыков, Ягода, Микоян, Киров, Каменев, Тухачевский. Я впервые так близко видела Сталина. Он, улыбаясь, стоя аплодировал артистам. Медленно гасли огни в зале. Оркестр начал увертюру. Дирижировал Александр Мелик-Пашаев, который очень помогал мне во время спектакля. И вот мое первое выступление на сцене Большого театра закончилось. Под бурные аплодисменты в последний раз опустился Борчевый занавес. Московские актрисы Евдокия Турченинова, Александра Яблочкина, Ольга Кнеперчехова, Алла Тарасова внесли корзины цветов и огромный букет пурпурных роз. Все меня обнимали, а Тарасова шепнула мне. «Верочка, вы чудесно пели. Давно уже Москва не слышала и не видела такой дивный кармен. Эти прекрасные цветы прислал вам Иосиф Виссарионович Сталин». Я заплакала от счастья. Меня пригласили в правительственную ложу, где представили Сталину и его соратникам. «Поздравляю с успехом, товарищ Давыдово!» ласково сказал Сталин. «Смотрите, чтобы слава не вскружила вам голову!» Порошилов подарил мне коробку конфет, а в Женикидзе – красивую шкатулку. Сталин снова обратился ко мне. «Товарищ Давыдово, не хотели бы вы жить в Москве и работать в Большом театре?» Я ответила, что должна подумать. «Вы правы, полезно подумать перед принятием важного решения. И все-таки попросим товарищей, руководящих театрами, подготовить постановление о вашем переезде в Москву. Ленинград не будет обижен. Товарищ Преображенская прекрасно выполняет там свою работу». Я поблагодарила за любезное приглашение. Сталин искосо взглянул на меня. Это длилось мгновение, но я на всю жизнь запомнила этот оценивающий взгляд. Через месяц я получила приказ о переводе в Большой театр. Еще в Ленинграде я вышла замуж за оперного певца Дмитрия Семеновича Мчедлидзе. С самого начала стало ясно, что наше супружество сложилось очень неудачно. После долгих разговоров мы решили жить отдельно и независимо, но без развода.